Приветствую аудиторию и предлагаю к вашему вниманию итоги матча плей-офф, квалификации на Евро 2024, в котором Грузия играла с Люксембургом. Безусловным героем матча стал грузинский нападающий Буду Зивзивадзе, выступающий в Германии. В отсутствии Хвичи Коврацхеля из-за дисквалификации он взял на себя, так получилось, бремя лидерства в этой важнейшей игре и сотворил два гола. Конечно, абсолютно переломным моментом кбилисского противостояния стал эпизод с просмотром Вара на 55-й минуте. Счет к этого времени был 1-0 в пользу хозяев газона, и они претендовали на назначение пенальти ворота Люксембурга после падения грузинского футболиста в штрафной площади. Но судья развел руки, ничего не назначив, а буквально в ответной атаке сразу гости забили мяч ворота Мамардашвили. И ситуация стала очень неприятной для сборной Грузии, особенно в эмоциональном ракурсе. Но рефери по подсказке или без пошел смотреть телевизор и обнаружил все-таки нарушение на грузинском игроке в эпизоде с падением. Однако пенальти не назначил, заменив его на штрафной, удалив при этом футболиста сборной Люксембурга за фолл последней надежды и отменил взятие ворот сборной Грузии. Потому как все складывалось, это было идеальное везение для хозяев поля. Но и решение судей получилось в лучших традициях духа футбола. И именно после этого эпизода грузинская сборная, как говорится, поймала кураж, и остановить ее уже было невозможно. Играя в большинстве, она создала ряд моментов и при этом сама отлично смотрелась в отборе. И уже на 63-й Зивзивадзе великолепно и по-грузински артистично замкнул прострел Шенгеля, какие фамилии, с левого фланга, оформив дубль. В дальнейшем сборная Вилли Саньоли уверенно довела матч до победы. Счет 2-0. Что является отличным результатом, особенно после того, как непросто сложился для Грузии первый тайм. Где Люксембург создавал определенные проблемы хозяевам поля, играя временами грубо и иногда успешно симулируя. И только во второй половине первых 45 минут с трудом, наконец, удалось завладеть инициативой. А главное забить после углового на 40-й. Как я уже упоминал, отличился все тот же Буду Зивзивадзе. Таким образом, команда Саньоля вышла в так называемый финал своего квартета сборных. И больше ничего говорить не буду. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok